Добрый день, меня зовут Рашид, я технолог компании Fusion Technologies и в этом видео мы хотим вам рассказать про концентрат хамелеон. У нас вот пришел заказ кальян и на этом видео вместе с вами мы будем красить вот эту стеклянную колку. У нас в ассортименте присутствует два цвета классический синий фиолетовый и морская волна. Здесь идет перелив зеленого, синего и желтого цвета. Концентрат хамелеон приходит в такой тарик по 50 миллилитров и мы его будем готовить по классике также как кэнди концентраты. Подготовили наше изделие, сделали своеобразный крепеж с помощью гвоздей и термоклея, то есть приклеили за нашу нерабочую поверхность, которая не будет участвовать в покраске. И сейчас нам надо подготовить нашу деталь. Стекло никогда не матируется, то есть это без слуху невозможно нанести риску с помощью абразива, поэтому подготовка заключается только в том, что нам надо хорошенько наше стекло обезжирить. Для обезжиривания используем также наши обезжириватели для лакотрасочных материалов, которые использованы при обычной покраске, то есть здесь мне нужен какой-то специфический продукт. Главное хорошенько стекло обезжирить, чтобы не было грязи, каких-то жирных элементов, воск, масло и так далее. Для стекла и керамики есть специальный грунт, то есть он у нас дает адгезию между нашими материалами и нашей основой. Грунт у нас идет двухкомпонентный, готовится он на вес, то есть аптечные весы возьмем электронные и будем на вес добавлять отвердитель к нашему материалу. 100 грамм грунта подготовили, лучше сделать с запасом, скажем так, чтобы во время работы материал не кончился. Добавляется отвердитель 1-2 процента, следовательно нам надо 1 миллилитр, либо 2 миллилитра на наш объем добавить. Сразу на стекло красить нельзя, так как у нас не будет адгезии, поэтому мы используем грунт. Грунт перед тем как залить наш краскопульт обязательно надо использовать воронку, процедить, иначе все, что вот это не растворилось, у нас будет потом в краскопульсе. Работаем с грунтом по инструкции, он наносится в один слой, будем заливать, ну скажем так, мокрый слой, не сухой, не полусухой, а один нормальный слой. Сразу наносим наш грунт для стекла. Нанесли материал на наше изделие, грунт для стекла. Грунт сохнет при комнатной температуре 8 часов, в печке при 60, ему достаточно 30-40 минут. Но если будете пользоваться печкой, опять-таки не забываем выдержать сначала, назовем ее межслойной сушкой. Просто материал вложится в один слой, и прежде чем отправить его в сушильную камеру, нам надо дать материалу постоять 10-15 минут, и только затем отправлять в сушку. Грунт высох, дали ему постоять ночь. Матируется он 500-м абразивом. Грунт довольно-таки крепкий, но все равно надо аккуратнее быть на торцах, чтобы не пробить его. То есть наша задача заматировать, дать риску. Все, после этого обезжирили, оклеили, сделали такую полоску, чтобы клиент мог видеть уровень воды. Для приготовления краски нам понадобится биндер и разбавитель. Биндер мешается с концентратом в пропорции 10 к 1. Сейчас мы нальем 50 миллилитров биндера. Следовательно, сюда надо 5 миллилитров концентрата. Для удобства используем в работе шприц. И желательно брать шприц, чтобы вот этот наконечник был пластиковый, без резинки. Так как концентрат воздействует на эту резину, и это будет нехорошо. Взяли 5 кубиков. Это наши 5 миллилитров. Чтобы сделать смесь рабочей, нам осталось добавить разбавитель универсальный. Добавляется он к биндеру в пропорции 1 к 1. Мы взяли 50 миллилитров биндера. Следовательно, добавим 50 миллилитров разбавителя. На выходе у нас получается 100 грамм готовой смеси. Приготовили краску хамелеон. Она не совсем укрывистая, то есть своего рода как кэнди полупрозрачная. И чтобы она дала свой эффект, нам изначально изделие надо будет покрасить черный цвет. То есть подложка под хамелеон должна быть снизу черного цвета. Нанесли два слоя базы. Дали межслойную сушку. Здесь 15 минут выдержали. Зарядили хамелеон. Сейчас будем наносить его. Проблем с покраской по идее ни у кого не должно было сникнуть, так как хамелеон работает так же, как обычная база. То есть это не кэнди краска, где нужен специальный подход. Как обычная база, наносится абсолютно так. Продолжение следует... Ну и как видим, с первого слоя у нас уже эффект проявляет себя. В среднем наносим так же два-три слоя. Как мы видим, со вторым слоем эффект стал ярче, скажем так. Лучше проявляется. Но этого, по идее, достаточно. Разницу между вторым и третьим слоем визуально будет особо незаметно. Прошло 15 минут. Можно наносить лак. Перед лакировкой, понятно, сняли оклейку. У нас здесь грунт. Следовательно, он будет давать аргендию лаку. Бачим обычным автомобильным лаком, глянцевым. Так же два-три слоя с межслоями с сушкой 15 минут. Продолжение следует... Изделие высохло, собрано. Вот такой вот у нас получился кальян. Было интересно. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова